Хотя бы раз в год проходить полное обследование, тем более в пенсионном возрасте. К такому выводу пришла Валентина Приходько, после того, как её экстренно госпитализировали в кардиологию. Говорит, резко начала кружиться голова, поднялось давление, вызвали скорую. Наверное, вовремя таблетки не пила, где-то что-то пропускала, где-то относилась к себе недостаточно серьёзно. А почему так? Времени не хватало, желания не хватало? А у нас у пенсионеров дачный сезон. Поэтому мы на огороде, первым делом огород, а потом уже здоровье. Отделение кардиологии сейчас заполнено полностью. Проблема сердечно-сосудистых заболеваний во всём мире актуальная. Ежегодно от болезни умирают 17 миллионов человек. Из них только в России – один миллион. На первом месте ишемическая болезнь сердца. Правда, вовремя лечиться немногие хотят. У нас на первом месте сейчас идёт, даже в нашем округе, четыре центра. Это где проводят эндоваскулярную хирургию. Это Нижневартовск, это Соргут, это Ханты-Мансийск, это Нягонь. И если тоже привести статистику, всего один миллион в России провели эту операцию. То есть хирургическая коррекция ишемической болезни сердца. А на Западе это 25-30%. Вот сравните цифру. Хотя у нас все условия есть на это. Не менее значимая проблема – артериальная гипертония. Ею страдает сегодня треть населения России. С каждым годом этот показатель увеличивается. Именно повышенное давление приводит впоследствии к инфаркту, инсульту ишемической болезни. Многие знают о заболевании, но адекватную терапию принимает только каждый четвертый. Вот если взять за 9 месяцев, мы в Соргут отправили в кардиоцентр на эти операции 165 человек. Из них по 78 человек – это пациенты с инфарктом миокарда. Ну, 44 человека направило туда. Это скорая помощь, минуя нас. То есть это оксы с подъемами. То есть жизнь спасли. Сколько процентов мы спасли? 200 человек, считаю, уже спасли жизнь. В качестве профилактики врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Нормализовать вес, отказаться от вредных привычек и соленой пищи, гулять хотя бы по полчаса в день.